Повеселиться самому и повеселить друзей, продемонстрировать свои таланты и способности, пообщаться с теми, чьи голоса постоянно слышатся в радиоэфире на частоте 102 и 7 FM. В День Тигра и еще до начала веселого шествия коллектив «Радио Лема» начал развлекать горожан и гостей праздника веселыми конкурсами и розыгрышами. Так как это очень интересно, можно узнать много нового, и еще мы все-таки вкладываем что-то в природу. Люди узнают, что сейчас такая проблема, так как тигров устребляют, и, может, мы чуть-чуть поможем. Мы просто очень ценим амурского тигра как редкий экземпляр на Дальнем Востоке. Потому что это очень большой и красивый праздник нашего любимого тигра. Принимать участие во всех значимых городских событиях для «Радио Лема» уже давно добрая традиция. Заводных ведущих не пугают даже суровые погодные условия. 1 мая, например, ребята работали под проливным дождем, но и это не испортило настроение всегда улыбчивым сотрудникам радиостанции. Отметили они день города, устроив лимонадную площадку нахмурой от тумана центральной площади. А вот на День Тигра ведущим помогала и погода. Солнце добавляет горожанам не только радостного настроения, но и куража в хорошем смысле слова. Есть тройной тулуп, есть тройной тулуп, у нас будет тройной шпагат. Можно рядом вот так же устраиваемся. Пас, давай! Нет, нет, нужно будет... Вот, сейчас смотри, хочешь рых тигов услышать? Смотри, вот сейчас, я могу сны разочет. Смотри, что они делают, да? У фазадов трогает, это же трещат. Вонифасии просто отдыхают, да? Во время карнавального шествия лимовцы также оказались в эпицентре событий и радовали многотысячную тигриную демонстрацию веселыми розыгрышами, конкурсами и отличными подарками. А партнер нашей акции – сеть зоомаркетов «Белый кролик» идет своей колонной и сегодня дарит солнечное настроение и также подарки. Яркую локальную площадку лимы было видно издалека. Ведущей скандировали лозунги в поддержку и защиту главного героя любимого городского праздника. Партнерами бодрого и веселого настроения горожан стали магазины низких цен «Светофор», «Приморский сафари-парк», компания «Альянс Телеком», компания «Рыба миров», бургерная «Бар Проджект», сеть зоомаркетов «Белый кролик». «Белый кролик» – сеть зоомаркетов с огромным ассортиментом, лучшими сезонными предложениями и комфортными условиями совершения покупок. Кроме того, партнерами праздника стали сеть магазинов для художников «Артмикс», контактный зоопарк «Страна Енотия», база отдыха «Орион». Спасибо спонсорам и рекламодателям за подарки для горожан. Напомним, что празднование Дня Тигра во Владивостоке в этом году юбилейное, оно проходит уже 20 лет. Торжество привлекает внимание к проблеме исчезновения редкой полосатой кошки. А для горожан это еще один повод повеселиться, нарядиться в яркие тигриные костюмы, сделать аквагрим и послушать хорошую музыку. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.